Где миссия? Где европейские дороги? Социалисты вместе с молодежным крылом партии «Молодая гвардия» провели акцию протеста. Десятки людей выразили свое возмущение руководству мэрии, а именно генеральному примару Дарину Киртуаке. Причиной недовольства стало неудовлетворительное состояние столичных дорог, высокие тарифы на коммунальные услуги, а также невыполнение предвыборных обещаний примара. Очень мало делает, больше разговаривает, это железно. Просто стыдно смотреть иногда по телевизору, как он сам себя хочет обмануть и людям навешать лапшу на уши. У человека 700-800 лей приходит платить по 1600-1500. Откуда взять? Что кушать? Зимой, когда был снег, сколько травм было. Это что? Управление городом? Смешно. Дороги сломаны, все коммунальные повышаются с каждым годом все больше и больше. Деньги, которые должны идти пенсионерам, инвалидам, они с каждым годом становятся все меньше и меньше. В прошлом году из государственного бюджета было потрачено около 400 миллионов леев на ремонт дорог, вместе со внешними кредитами, финансами доноров и грантов. Прошли морозы и снег, а дороги будто никто не ремонтировал. Эта проблема уже не раз затрагивалась социалистами. И мы сегодня хотим, чтобы кто-то ответил за эти дороги. И мы сегодня требуем от Дарина Киртуака дать отчет по тем деньгам, которые были затрачены на ремонт. Более получаса пикетчики простояли у здания мэрии, но никто не вышел к ним на разговор. Дарин Киртуака не считает нужным общаться с Кишиневым. Сегодня примария живет отдельной жизнью от жителей Кишинева. Это факт. Мы попытались связаться с примаром Дарином Киртуака, чтобы узнать его отношение к данной ситуации. К сожалению, господин примар не оказался на связи и мы не смогли до него достучаться. Однако попробовали позвонить его пресс-секретарю. О том, знает ли Киртуака о протесте, пресс-секретарь ответил утвердительно. Однако на вопрос, почему примар не вышел к пикетчикам, Брензанюк заявил, что нет документов, которые обязывают его это делать. Мы не понимаем что-то, почему мы не пришли с решений, а только с критики. Это же такая вопрос, на которой мы не можем ответить. Как я знаю, у них есть предложения по поводу исправления ситуации, по поводу компенсации, дорог. Вот так же. Я иду. Похоже, примарея Кишинева плохо знакома с реалиями нашего города. Для того, чтобы убедиться, что так называемые новые дороги приобрели неприглядный вид, достаточно просто выйти в город. Посмотрите, ведь эти дороги, эти ямы, даже если не в состоянии сегодня-завтра заделать, не хватает ресурсов. Надо хотя бы оградить, чтобы люди не пострадали. Согласно данным Национального антикорротационного комитета, примарея занимает первое место среди самых коррумпированных государственных институтов Молдовы. Граждане находятся за чертой бедности, проблема тарифов и компенсаций до сих пор остается нерешенным. Более того, последние поправки в систему выдачи компенсаций более чем возмутительные. Несмотря на протесты и возмущения, власти продолжают преследовать личные цели. Молодые социалисты намерены организовать референдумы, потребовать отставки Дарина Киртуака. В их планах создание инициативной группы в 3000 человек, которые в течение месяца должны собрать 90 тысяч подписей. Демиссия! Демиссия! Демиссия!